Всем привет дорогие друзья, меня зовут Твист и пока я придумаю очередной редстоун проект, я открою новую рубрику, которая называется без модов. В этой рубрике я буду рассматривать всякие довольно такие прикольные штуки, которые можно сделать в майнкрафте с помощью командных блоков и без помощи модов. И сегодня, как вы уже поняли по названию, мы рассмотрим спорткар. Да, действительно, реальный спорткар в майнкрафте. Итак, давайте, чтобы получить наш спорткар, для начала нам надо выдать командный блок. Я уже команду тестил. И давайте вот сюда поставим наш командный блок. Это все, что нам сегодня понадобится. Теперь, что нам нужно? Нам нужно в этот командный блок ввести три команды. Так, я сейчас скопирую пока что первую команду. Так, команды очень и очень большие, поэтому ссылочка на них, ссылочка на файл, где будут эти команды, будет в описании к данному ролику. Вот, давайте первую команду мы вставим. Раз. Готово. И я забыл взять кнопку. Давайте возьмем вот так, поставим ее рядом. У нас появилась вот такая вот хреновина большая. То есть там командные блоки какие-то, кстати, новые командные блоки добавили. Вот так. Вот тут, кстати, высветилось создатель... Канал создателя и канал... И твиттер создателя этого механизма. И, кстати говоря, если вы у кого-то увидели этот механизм, то не пишите в комментариях, что я его взял, там, и так далее. Я это беру на просторах англоязычного ютюба. И ссылочки, если я беру что-то, я указываю всегда в описании. Так что вы можете пройти по ссылочке в описании и посмотреть на канале автора видео по вот этому вот механизму. Ну что ж, давайте дальше теперь продолжим. Теперь нам нужно ввести вторую команду. Она также будет... Все будет в описании. Ссылочка на эти команды. И также забыл еще сказать то, что без ресурс пака это работать не будет. То есть вот он у нас есть так сейчас ресурс пак. Рейсер пак, который называется. И без ресурс... Без вот этого ресурс пака, ну, оно не будет так выглядеть красиво. Итак, давайте теперь введем вторую команду. Нажимаем на кнопочку. У меня даже провогнуло немного такую команду. Добавились у нас, кстати, немного еще командных блоков. И теперь вводим третью команду. Так, третья команда. Копирую ее. Команды действительно очень и очень большие, Поэтому приходится вот так делать все. Так, готово. Готово. И нажимаем на кнопочку. Все, командный блок у нас пропал. И у нас уже полностью... Вот эта штука заполнилась командными блоками. У нас также есть тут табличка, которая называется Destroy Machine. То есть мы можем удалить вот эту всю хреновину, Но сработать не будет. Ну, и как получить, собственно говоря, машину? Машина получается вот у таких вот жителей, Которые... Над ними написано Car Vendor. То есть мы находим такого жителя, Они исполнятся рандомно. И давайте вот я даже вам сейчас Это продемонстрирую. Берем яйцо призыва деревенщина. И давайте... Давайте день будет на этой крыше. Так, Дождь, уйди. Вазерклер. И давайте вот посмотрим. Вот. То есть на третий раз у меня заспавнился Вот такой вот житель. Давайте вернемся назад. К нашему этому. Я уже там тестил. Вот он у меня один бегает. И один вот здесь. Они бывают... Часто спавнятся, бывают редко. То есть я не знаю, с каким шансом, С каким процентом они спавнятся. Но бывает часто, бывает редко. Поэтому такие вот, собственно говоря, дела. Итак, что нам нужно теперь? Давайте я возьму теперь, Что нам нужно для этого всего. Так, вот это пока нам не надо. Мы подходим к этому жителю, Нажимаем правой кнопкой мыши. И мы видим, собственно говоря, нашу машину. И также видим ключ к этой машине. С помощью этого ключа мы сможем удалить машину. Но это позже. Давайте купим нашу машину. Вот она у нас, машина есть. И давайте купим пару ключей. Раз. А, так. Раз, два, три, четыре. Все. Мы купили пару ключей. И вот она у нас, собственно говоря, В руках находится наша машина. Вот она такая. Ну и как ее активировать, спросите вы? А, активировать ее очень и очень просто. Мы просто берем и выкидываем ее. И у нас появляется вот такенный вот спорткар. Давайте я... Так, я сейчас сделал скриншот. Давайте вот так вот ее рассмотрим. Это действительно очень и очень круто. Даже номер есть, смотрите. Ну, действительно, очень крутая машина. Очень автор постарался. И получилось действительно очень и очень круто. Даже выхлопная труба, фары, номер, спойлер. Все это есть. Такой вот спорткар у нас. Ну и как в него, собственно говоря, сесть? Так, давайте я вот так вот сделаю. А сесть не очень просто. Я долго думал, долго тыкал так вот рукой, куда тут сесть. И мне ни хрена не получалось. Но тут надо как-то вот. Вот. Вот примерно. Давайте я еще раз покажу. Вот примерно вот сюда вот надо тыкать. Вот тут изгиб. И вот куда-то вот сюда, да. И что у нас появляется внутри? У нас появляется спид и брейк. Две как бы педали. То есть ускорение и торможение. Грубо говоря, мы можем развернуться. Правильно? Давайте на F5 посмотрим, как это будет выглядеть. Мы как бы находимся сверху машины. Но мы можем на ней ездить. Давайте нажимаем правую кнопку мыши. И мы едем, собственно говоря. Как можете заметить, едем, конечно, мы немножко топорно. Ну, точнее, как она ездит, классно. Но надо привыкать. Надо привыкать ко всему этому. То есть давайте еще раз покатаемся. Такой кружок нарежем. И, кстати говоря, когда мы катаемся, у нас характерные звуки. То есть как бы машина едет, характерные звуки издает. И также при... Ой, я сломал случайно что-то, да. И также при торможении у нас тоже характерные звуки. И даже у нас есть, по-моему, дым из выхлопной трубы. Да, у нас есть дым из выхлопной трубы. В общем, вот так вот у нас все получается. Мы можем так вот кататься. Можем ездить. И давайте вот еще раз я заторможу. Вот. Как вы можете услышать, характерные звуки есть. То есть торможение и так далее. Что мы можем с этой машиной сделать еще? Еще мы можем ее немножко кастомизировать. То есть у нас есть четыре цвета, которые мы можем ее перекрасить. Так, давайте вот зеленый цвет. То есть такая вот зеленая махина получается. Довольно-таки, кстати, реально круто получается. Давайте в желтый цвет. То есть такой вот желтенький, классный тоже цвет. И также в красный цвет мы можем ее тоже перекрасить. И тоже мы можем так покататься. Давайте вот так вот. Вот так. И также мы можем нарезать один круг по вот этой вот карте. Карта, кстати, прикольная. Не помню, как она называется. Карта с городом. Вот, поэтому тоже прикольненько. Такс, что еще? Да вроде бы все я рассказал, в принципе, про эту машину. Вроде как, думаю, понятно объяснил. Так, давайте затормозим. Выйдем выходить, кстати, на левый shift. Вот так. И можно назад ее, кстати, в синий цвет перекрасить. Вот так вот. Это даже не синий, это какой-то, не знаю, светло-светло-сиреневый. Ну, короче, вы поняли, какой цвет. Или темно-сиреневый. Ну, какой-то такой вот цвет. Но, действительно, спорткар очень классный. Ну, и чтобы удалить эту машину, мы просто берем ключ и кидаем его вот сюда. Ключ у нас удаляется, и машину мы попадает нам в инвентарь. Собственно говоря, вот такой вот... Так, давайте ее поставим. Собственно говоря, вот такой вот механизм. Это все без модов, как я уже сказал. Рубрика будет... Не знаю, как она будет часто выходить, как она вообще зайдет, эта рубрика. Буду смотреть уже по лайкам и просмотрам. Так что поставьте лайк, если вам понравилось. Я буду искать на просторах YouTube, на просторах интернета всякие такие вот прикольные штуки, которые можно будет сделать из командных блоков, и буду вам ее показывать. И все это будет у нас без модов. То есть, как вы можете заметить, вот действительно вот такой спорткар. Это очень круто. Даже диски есть классные. Смотрите. Действительно круто выглядит. То есть, все так кастомизировано. То есть, эти все грани, это все действительно очень круто выглядит. Мне прямо доставляет эта машина. Даже боковые стекла есть. И вот внутри можно салон даже рассмотреть. То есть, кнопочки, руль. Это я не знаю, что-то, наверное, этот магнитола. Он там даже педальки есть. То есть, все выглядит очень и очень круто и качественно. Ну что ж, на этом я думаю, я закончу. Всем спасибо за просмотр данного ролика. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну а с вами был Twist. Всем удачи. Всем пока.